Всем привет, с вами Прия. Я давно говорил о том, что у меня есть очень много различных скриншотов, которые вписывают мою жизнь, проведенную в Варкрафте, и я давно хотел побеседовать о своей жизни, так сказать, ответить на самый обычный вопрос. Кто я на самом деле и какие вещицы происходили со мной за все это время. Я буду потихоньку листать скриншотики, возможно вы найдете на них что-то интересненькое, и буду вести свой монолог. Надеюсь, вам понравится такого плана видосик, и вы там цените, оставите свой комментарий, ну в общем, все как обычно, все как вы любите, все как вы на самом деле умеете, но на самом деле не признаете. Я очень всегда любил игровую валюту, никогда ее не продавал, не покупал, и вам, конечно же, не советую это нарушение лицензионного соглашения, и мало того, что у вас могут отобрать эту голду, так еще и могут вас забанить на какое-то время, а лишаться игрового времени просто так, весьма неинтересно. Со мной был один такой случай, когда я лишился игрового времени, своего аккаунта на три дня. Вы не поверите, за что это было. Это было за использование игрового бота. Сейчас, наверное, для кого-то это будет шок, то, что приехал как ты мог, ты же все всегда делаешь сам, и заниматься-то таким, это вообще зазорно для тебя. Понимаете, по молодости все интересно, все интересно попробовать. Ранее в катаклизме очень были популярны боты на рыбалку, и они были в свободном доступе, их можно было спокойно настроить. И они реально не требовали никакого технического образования и прочего, каких-то там инструкций, какой-то прочей информации. Просто нажимаешь пару кнопок, и он начинает работать. Что же сделал я? Я поставил его на самой открытой речке, какой только возможно, и мне влепили бан на три дня. Это было давно. Очень давно. Это было в одиннадцатом году. Можно сказать, тогда я только начинал играть. Я развивал свой аккаунт, и помимо воина, основного персонажа, у меня уже на тот момент был ДК, у меня был разбойник чуточку прокачанный. Мак и жрец. Мне крайне повезло то, что все это действие продлилось всего лишь три дня, и я мог в дальнейшем возобновить свою игру. Сейчас, конечно же, этим не занимайтесь. Все абсолютно отслеживается еще намного лучше. И такие действия могут привести к перманентной блокировке вашего аккаунта. Ну, о блокировках всяких интересных поговорили и прочим. Пора бы перейти ко мне, как к игроку. То, что с какого... Не с какого вообще черта я влез в YouTube и Twitch, а до этого еще дойдет. А с какого вообще года я начал играть, и с чего меня зацепила эта игра. «Был холодный зимний день». Начинается маленько в сказке такой. «Был холодный зимний день». Я решил не сидеть один дома. Я решил сходить к своему другу, однокласснику, и поиграть маленько вместе с ним в компьютер. Ну, знаете, 10 лет назад это было еще относительно актуально, ходить друг к другу в гости и играть в игры, которые установлены на других компьютерах. И я, пользуясь случаем, пришел и увидел, как мой одноклассник играет за андеда чернокнижника. Ну, теперь-то я знаю, за кого он играет, а до этого я и не подозревал. Он бегал по кладбищу Тересфальского леса, какого-то моба убивал. Я поинтересовался у него, что это за игра. И он в январе 2009 года показал мне и рассказал об основах этой игры. Изначально я поиграл на его аккаунте, а потом уже в августе 2009 года мы создали мой аккаунт, на котором я играю до сих пор. Этот аккаунт с моим воином. Изначально ник моего воина состоял из самых шести обычных букв. Знаете, я просто вбил их по приколу и вообще абсолютно не задумываясь. Знаете, когда тебе почти 11 лет, ты не особо думаешь над тем, что ты делаешь. Чтобы не травмировать ваши ушки, хотя я и так их травмирую своим микрофоном вам каждое видео, но увы, увы. Я, пожалуй, напишу этот ник просто посреди экрана. Надеюсь, это хотя бы вызовет у вас небольшую улыбку. Самая обычная комбинация клавиш. Если вы сейчас глянете на клавиатуру, то вы прекрасно поймете, что эти шесть букв находятся относительно рядом друг с другом. В дальнейшем мне дали бесплатную смену ника. Ник Прия был придуман весьма легко. Я как человек дружелюбный, любвеобильный к окружающим. Всегда здоровую с соседними, с учителями, с преподавателями. И с одноклассниками, с друзьями. То есть, что мы говорим при этом? Привет, здравствуйте. Привет, сокращение в Варкрафте, которое использовалось очень-очень давно. Сейчас вы его увидите очень редко. Это Прива. Этот ник был занят. Производный от него. Прия. Все просто. Никаких других ассоциаций при таком возрасте у меня не было. И я начал свой Путь Война. Уже конкретно на своем аккаунте. Время шло, прогресс рос. Мне стали интересны рейды, PvP-составляющие. Я играл, наигрывал какой-то опыт. Очень сильно изучал такие сайты, как WoWhead. Я очень интересовался базой данных Варкрафта. Мне очень было интересно, откуда добываются какие-то вещи. Откуда что-то можно было выформить с целью получения какой-то планки репутации или какого-то количества игровой валюты. На самом деле, когда у тебя очень много игровой валюты, очень много денег, это, в принципе, как и в реальной жизни, то ты абсолютно не думаешь о том, что будет завтра. Ты абсолютно можешь заниматься тем, чем хочешь. Чем я, в принципе, и занимаюсь сейчас в Лионе. Есть люди, которые фармят голду, усердно до сих пор. В принципе, не понимаю их. А я просто занимаюсь любимым делом ПВЕ-контентом, фармом, стримами. Итак, получается так, что мой аккаунт был создан в августе 2009 года. Я поиграл 10 дней. Потом в октябре 2009 года я оплатил месяц игровой подписки. В дальнейшем, в марте 2010 года я оплатил еще один месяц игровой подписки. Потом в августе я оплатил уже полгода игровой подписки. И с этого момента, с августа 2010 года, это конец Личкинга, это 4 месяца до начала такого прекраснейшего дополнения, как Катаклизм, я начал играть в эту игру каждый день. По 5-8 часов. В текущий момент на моем Войне наиграно 630 дней. Умножьте это на 24, получите количество часов. Также не забывайте про моих твинков. Недавно мы считали и сумме со всеми твинками, и мейном, основным персонажем, воином, 910 дней. Я очень много уделил времени этой игре. И очень знаю много о ее основах. И о том, что в ней происходит, происходило, и, возможно, будет происходить. Да. Я достиг 80-го левела. Наконец-то. В сентябре 2010 года. Было классно. Я не знаю абсолютно ничего о высоком контентном, так сказать, уровне. Я просто покорял подземелья, находясь в танкоспеке, но узнав об этом только в тот момент, когда мне начали писать об этом люди, к которым я начал вступать в группы, то, что моя задача — это сбор мобов в небольшие кучки и последующее их убийство, танкование и то, что моя цель — выжить под прессингом этих мобов. Ну, я начал справляться с своей задачей и справляюсь с ней до сих пор. У меня вполне неплохо получается. Это моя оценка. Каждый может дать мне абсолютно любую оценку. Возможно, негативную, возможно, положительную. Дело каждого — свобода слова, как говорится, свобода речи. В катаклизме я решил полностью заняться всем этим ПВЕ-прогрессом. Я начал покорять подземелья, немножко совмещаясь с ПВП, потому что ПВП-шмот на тот момент, ну, чуточку-чуточку все-таки был полезен для ПВЕ. Там были некоторые статы интересные и что-то можно было дропнуть интересные для себя. Я ходил подземелья, я ходил рейды. И меня осенило, что в тот момент можно не просто бездумно ходить рейды, быть, так сказать, на поводу у какого-то человека, допустим, слушать его команды, а можно собирать рейды и самому. Я пытался собирать пуга рейды. Да, кстати, на тот момент я играл на Дракономоре, и отыграл там до мая 2015 года, что самое интересное. Играл на Дракономоре, собирал рейды, иногда удачно, иногда не очень, и не стесняясь своего голоса, хотя который достаточно быстро окреп и стал текущим относительно басовым, я спокойно рейлил и не стеснялся никого и ничего абсолютно. Люди меня слушали и никаких абсолютно критических ситуаций при моем танковании или при моем потенциальном рельстве не было. Тактика объяснялась людям идеально и все прекрасно все понимали, хоть я и водил рейды нормала, но людям нравилось. потом я начал собирать темную скорбь на воина, организовывал относительно веселые походы с шутками и смехом. Вот, CLK25HM, возможно, кто-то даже их до сих пор еще помнит и хранит скриншоты в своей памяти на своем компьютере или на флешках. Кстати, у меня же еще на флешке очень много скриншотов интересных. Жаль, что я их не скрил. Ну, ладно. Скорял рейды, все шло хорошо, все шло своим чередом. И потом, когда вышла пандария, я решил прокачаться очень быстро. Прямо вот, знаете, сесть и прокачаться. Но что-то пошло не так. И так как дополнение пандарии вышло 25 сентября, я прокачался лишь 29. Я не помню на тот момент, что пошло не так. Что-то было не так с моей стороны. Не со стороны программного обеспечения или моих родителей. нет, что-то пошло именно у меня не так. А что я не вспомню? То ли с учебой дела какие-то, то ли еще что-то. я качался целых 4 дня с 85 до 90 уровня. я помню ту минуту, когда выходила пандария и когда нужно было на этом корабле большом на небесном огне садиться в вертолет. Этот вертолет взлетал около получаса. Люди просто матерились на все это дело, на то, что все работает не так, как хотелось и проклинали Близзард и желали им только одного, чтобы их техника работала так же, как эти вертолеты. весьма злое послание, но я надеюсь, оно не сбылось и то, что у всех все хорошо. Я очень сильно на это надеюсь. Подняв 90 уровень, я продолжил водить рейды. Я маленько поодевался с подземелья и начал водить рейды. Никогда не забуду каменных стражей. Вся эта энергия, знаете, для неокрепшего мозга юного мальчика в виде меня. Вся эта игра с энергией представляла весьма тяжелую задачу. И понимаете, когда никто абсолютно не может из рейда подсказать или направить тебя в нужное русло, все четко следуют твоим командам, указаниям, с этого как-то еще сложнее. Ты пытаешься узнать у людей правильно ли сделано данное действие, а в ответ лишь тишина. Это иногда очень сильно напрягает и выбивает из колеи все это молчание. И тишина, которая на тот момент творилась в рейдколе. Да, на тот момент еще использовался рейдкол, редко ведро, вентрила, иногда тимспик. Дискорда на тот момент еще не было, да, для кого-то может быть это удивление. После всех этих рандом рейдов и прочего у меня сложилось четкое мнение о том, что нужно заиметь постоянную группу. Я решил собрать статик в июле 2013 года был собран статик гильдии властитель тьмы. Был собран за 5 часов. Люди приходили парами. То есть танк плюс хил, хил плюс дамагер, хил плюс хил. С этого я ратировал состав и создал идеальную десятку, которая хотела рейдить. Люди реально хотели в рейды. Им нравилось со мной рейдить, им нравились мои речи, которые я выдвигаю касательно боссов. И была очень малая текучка со стороны рейдеров. То есть всем нравилось, все ходили, все приходили, хоть и RTL на тот момент было 7 из 7 по 3 или 4 часа в день, по-моему, по 4 люди приходили. И никто не страдал от того, что им просто не нравился контент или что-то еще. людям нравилось, люди приходили. Да, меня это очень радовало и мотивировало, при том очень сильно. А, что же было в дальнейшем? Получается, июль 13 года это контент Престола Гроз. Мы успешно отрейдили там, закрыли нормалы 1хм до момента открытия Асада Аргримара. В Асаде Аргримара мы закрыли 10 из 13 героек. По-моему, там было 13 боссов, верно? Или я сейчас очень сильно ошибаюсь? А уже остальных боссов я добивал с другим рейдом, потому что уже на тот момент у людей пошли проблемы со свободным временем, люди начали работать, кто-то начал учиться, кто-то обзавелся второй половинкой, вот, ну и времени на игру люди начали тратить значительно меньше. С этого момента я перебрал состав, и в Дреноре мы должны были стартануть весьма идеально. В тот момент я летом, летом получается 14 года уже написал заявку в Лигу Сибири, и меня были готовы взять, но в тот момент, когда я сказал своему статику, все они в один голос сказали, что Макс, ты что, мы подготовимся к Дренору, и мы будем тащить в Дреноре, мы тебя не подведем, сиди с нами, рейди с нами, РЛ нам, мы отплатим тебе добром. Я говорю, хорошо, давайте попробуем. Так и быть. В итоге хороший человек, которого зовут Антон, его игровой ник Мяська, по-моему, он до сих пор еще играет, ну так, чуточку изредка заходит, изредка на твич ко мне заходит, да, Саббат 281, весьма интересный ник на самом деле, ну, частенько забывает про меня, а зря, очень-очень зря. он показал мне чудесное место Шрабис и подсказал об этом месте абсолютно всему статику, я спросил у него, откуда ты узнал весьма такое умное место с фармом зелья удачи, он сказал, у одного очень хорошего человека. Сейчас, возможно, вы догадались, о ком идет речь, не отрицаю, после этого произошло мое знакомство с этим человеком, последующая помощь в такой хорошей игре, как Диабло. Параллельно с Варкрафтом я играл в Диабло и мне очень нравилась эта игра, особенно с введением сезонов, некий такой рейтинг и все вот это начинание с нуля, в котором оказывается то, что кто может нафармить, а кто нет, кто достоин каких-то высот в плане первых мест рейтинговой таблицы, а кто, мягко говоря, не очень. Вот. Ну у меня же только получалось эти первые места, первые там 5-10 мест брать лишь под начало сезона, а потом уже, когда абсолютно все-все-все-все одевались, вытачивали себе идеальный шмот и ходили в тех сетах, в которых мне было неудобно играть за такой класс, как охотник на демонов, я сдувался и уходил обратно в Варкрафт. Увы, долго в Диабло я играть не мог и знал о том, что в Варкрафте меня ждут и хотят играть со мной. Большее количество людей, чем в Диабло. Играли в ВО, все хорошо, фармили голду, я нафармил свой первый миллион к моменту выхода Дренора. В Дреноре я быстренько одел боешечки, сделал себе 650-й эквип к моменту открытия рейда, развивал свой гарнизон, слава гарнизону! И в последующем мы начали рейдинг, все хорошо, убивали боссов за боссами, но в тот момент, когда переделали все эти сложности и то, что в эпохальные рейды могли ходить лишь только 20 человек, это подкосило людей, с которыми я ходил. Кто-то обижался на то, что я их не брал, кто-то начал не приходить и 20-ка не собиралась, потому что у кого-то был рабочий день или что-то прочее. Вот это было весьма печально. Мы как-то дорейдили верховный молот, как-то дорейдили ретейку, закрыли этого бедного чернорука в нормале, но такой же у нас относительно казуальный был статик. Я уже прекрасно видел, что люди не хотели играть. И в марте 2015 года я сказал о том, что давайте-ка, ребят, прекратим рейдинг, вы не будете мучить меня своими опозданиями и отсутствиями в рейдах, и я не буду мучить вас касательно всех этих проблем. все согласились и разошлись на добром слове. С некоторыми людьми я до сих пор поддерживаю общение и прекрасно общаюсь с ними, рад пообщаться с ними абсолютно в любое время. С некоторыми людьми даже недавно виделся в тот момент, когда я в конце этого лета 2017 года ездил по городам России и все прошло относительно удачно и успешно. После того, как я дал полный распуск своей гильдии властитель тьмы на Дракономоре, я засунул всю голду, все абсолютно реагенты, которые только посчитал нужными и трансфернулся на Гордунье. Трансфернувшись на Гордунье, я написал повторную заявку в Лигу Сибири и меня сразу же взяли в роли третьего танка. А после ухода второго танка при выходе цедалиадского пламени я начал спокойно рейдинг свой и покорение контента цедалиадского пламени. Все шло идеально. В июле 2015 года получается через два месяца после того как я трансфернулся трансфернулся я 30 мая 2015 года я по стечению обстоятельств по технической проблеме другого человека под действием других людей под их прессингом включил свой стрим где я фармил гибельную скверну в донанских джунглях весьма дорогой на тот момент реагент весьма нужный для получения субстанций которые нужны были для апокрафтового шмота в дриноре людям было интересно чем я занимаюсь всем этим голд фармом в дринборе потому что люди не знали как фармить правильно гарнизон я показал им это дело потом через месяц всех этих стримов непостоянных несерьезных скажем так я правда относился к этому несерьезно я включал стрим и кто заходил тот смотрел то есть почему бы и нет был рейдинг был разговор о всяком интересном и получается через месяц полтора в конце августа 2015 года я слег с гастритом жуткая вещь на самом деле не посоветую никому ее получить абсолютно все почему я сидел ночами и ничего не ел почти вот и все можно сказать желудок съедал сам себя и очень хорошо что это дело не развилось до язвы язва это дело более серьезное язва с кровотечением никому не пожелаю уж точно после того как я вышел со стационара я продолжил стримы смотрела уже людей мало не там 50 60 а 10 20 и так сказать я решил заняться этим серьезно я подключался каждый день я через месяц создал вк-группу а получается в декабре 2015 года я создал свой ютуб-канал в котором начал рассказывать абсолютно все то о чем я знаю о том о чем я могу рассказать и подсказать основная тема это была голдфарм заработок с гарнизона и все такое прочее вот стримил стримил рейдил с лигой сибири фармил гарнизоны на многих персонажах людям было интересно это смотреть мы коллективно вскрывали карты до сих пор даже есть таблица вскрытия моих карт если вы зайдете на трич-канал который указан в описании этого видосика да и абсолютно всех видосиков то введя такую команду как восклицательный знак карты вы увидите табличку гугловскую с вскрытием этих карт и получением количества голды с этих карт там очень большая сумма и я желаю чтобы у всех такая сумма была сумки да фармили гарнизон рейдили в лиге сибири стримили все интересно все весело начал разыгрывать жетоны стримы росли твич рос скажем так мое влияние росло и все больше и больше людей меня узнавало где-либо это было интересно на самом деле как-то уникально что ли для меня меня это очень сильно радовало то что люди ждут меня что люди тянутся ко мне это всегда на самом деле очень приятно для любого человека когда другие люди к тебе тянутся и хотят да даже что-то просто узнать себе такой относительно потребительский образ но все же почему бы и нет ох о ком бы моменте вам рассказать дальше там идет полное распутье так сказать некоторое разветвление которое началось еще с апреля 2016 года некоторое не знаю травля что ли некоторое негативное отношение по-моему хотя нет это негативом не назвать это просто сохранение своего что ли но ладно в итоге оно просто было сделано в августе и контакт был потерян да очень сожалею об этом а в январе 2017 он был полностью потерян все это дело из-за клеветы никогда не верьте в клевету самое плохое качество которое только придумано в нашей жизни и без того короткой да в январе 2017 года незадолго до этих событий рассказанных чуточку ранее ну и было принято решение покинуть гильдию Лигу Сибири причина была проста мне просто решили запретить так сказать подрезать мой стриминг рейдов при том рейдов там не героических не мифических а прохождений самых обычных нормал рейдов а нормал рейды в легионе чтоб вы понимали это ну можно сказать как ЛФР в катаклизме или там когда была сада гримара это система гибких рейдов то есть ну это вообще не рейд это пришел ушел и все и прошел как говорится вот а до этого за 3 недели до этого события мне писало около 4-6 гильдий даже за другой сервер за другую фракцию потому что видели насколько сильно у меня был прокачан артефакт на моем воине то что он был максимального уровня а на тот момент было только 10 или 20 что ли воинов с такими показателями людей это очень сильно заинтересовало особенно то что я стримлю и не стесняюсь показать все свои победы и поражения на общественность и они написали мне самые обычные игровые письма но я дал им отказ они хотели вместе со мной врываться в сады ночи чтобы я у них танчил но я дал им отказ сказал что я рейду в Лиге Сибири и я к вам не пойду но в итоге после того как я покинул эту гильдию я перебрал эти письма ну я их сохранил там в архивчик через аддон и вступил в гильдию налегке очень хорошие ребята у них очень хорошее сообщество так сказать комьюнити относительно доброе не ругающиеся друг на друга спокойно выражающие свои мысли не знаю на самом деле что у них сейчас но их мне пришлось покинуть потому что пройдет ночью в учебное время это относительно не кайфово в текущий момент я рейду в эксплойте и меня все абсолютно устраивает что же касается стримов стримы стримятся видосы снимаются все хорошо это видео должно было быть записано еще очень давно это все мои абсолютно внутренние мысли которые накопились знаете художники музыканты творческие личности они как губки они впитывают в себя эмоции и когда-то все же их выпустят наружу и похоже достиг мой предел этого значения я просто выпускаю свои мысли наружу я рассказываю вам абсолютно обо всем что происходило со мной за все это время кому-то это возможно интересно кому-то это возможно не интересно но меня частенько спрашивали о том какова моя история откуда мой ник откуда я знаком с какими-то людьми откуда вообще я их знаю откуда они знают меня мир тесен на самом деле запомните это такая вот вам умная мысль так сказать что касается текущего всего действия все отлично я доволен абсолютно всем происходящим и в игре и на стримах относительно все хорошо все спокойно приходите заходите добрая атмосфера царит культурные стримы идут с марта 2017 года их так сказать цель их предназначение скоро будет выполнено вы прекрасно увидите это и результат порадует не только меня но и заставит помобить некоторых других людей которые вообще никак не верят в меня и которые думают что я скрыто что-то делал время покажет на самом деле все будет видно абсолютно все будет классно да что касается моих неигровых так сказать достижений все-таки игры это игры а жизни место тоже должно быть выделено текущий момент я учусь на втором курсе в КемГСУ это очень хороший университет государственный кемеровский что самое главное вот КемГСУ для тех кто не услышал я еще раз напомню очень скрытый университет просто так вы в него не попадете там все дело закрыто и там по инвайтам очень-очень-очень сложно на самом деле вы просто не найдете его на карте даже я вам вот что могу сказать и можете даже отнестись к этой информации на самом деле относительно серьезно да это очень качественный университет я вам могу сказать фитнес-тренером буду достойным все будет все будет идеально девушек да девушек уж пожалуй обсуждать мы не будем все-таки мы хардкорные воверы а чему они нам действительно да не хочу рассказывать эти печальные истории вам не хочу вас посвящать в них на самом деле абсолютно ни к чему это все-таки у нас игровой контент немножко конечно жизненный но все же как я сказал чуточку ранее то что кому-то эта информация возможно понравится вся мною сказанная а кому-то не совсем да очень много мыслей не сказано по причине некой травли очень много мыслей кроется во мне возможно когда-то я еще выскажусь таким образом дайте мне знать понравилось ли вам такое вообще или же не особо всю хронологию своей игры я вам рассказал если же есть какие-то вопросы вы конечно же можете спросить в комментариях я буду рад ответить вам буду рад что вы обратили внимание на какой-то игровой момент может и не игровой даже на самом деле вы знаете за весь период стримов я вообще не потерял очень много людей и вообще играя во все эти игры я в реальном общении потерял очень много людей знаете сам по себе я человек такой не сказать что зажатый не сказать что скрытный так сказать просто понимаете когда у вас нету с человеком общих тем общих тем для того чтобы поговорить и развить какую-то общую мысль начать разговор с таким человеком относительно тяжело иногда даже в принципе невозможно если же говорить про реальную жизнь то тот момент когда ты прекращаешь видеться с человеком начать видеться с ним вновь весьма становится тяжело для меня по крайней мере ну а если говорить о игре о каких-то виртуальных связях не половых не путайте вот если же говорить о виртуальных связях то мы играем в игры мы играем в Warcraft нашу общую игру так сказать погрязли в этом не скажу что болоте на самом деле Warcraft весьма хорошая игра добрая самое главное учит миролюбиво относиться к людям особенно в мифик плюс контенте да но тот момент когда вы заканчиваете заниматься общими делами построить общение с человеком весьма сложно в тот момент когда человек сам ограничивает тебе общение возобновить с ним общение вновь достаточно трудно я на самом деле крайне сожалею о всех тех людях с которыми я прервал эту нить общения это были как люди и просто играющие в Warcraft так и занимающиеся в этой игре другими действиями как-то помогающие мне в чем-либо но порой случаются такие ситуации в которых вы бессильны и в которых вы абсолютно ничего не можете сделать остается только сидеть ждать и надеяться на то что человек который можно сказать не верил вам или же вы ему чем-то не поверили остается только надеяться и ожидать абсолютно все происходящее в жизни все налаживается относительно трудный момент я для себя пережил этот трудный момент начался с июня 2017 года понимаете когда ты привязываешься к человеку хочешь ожидать от него абсолютно любых эмоций чистых искренних а человек относится к тебе мягко говоря не так как хотелось бы тебе это выбивает из колеи и ну знаете так маленько тяжко становится но все это можно перебороть да смотрите стримы налаживайте общение с людьми никогда не замыкайтесь в себе и всего вам хорошего всех вам благ счастья здоровья надеюсь что у вас будет все хорошо лучше чем у меня это самое главное я всегда желаю людям с которыми я общаюсь чтобы у них все было намного лучше чем у меня знаете это самое главное на самом деле и пожалуй это самая главная мысль которую нужно нести другим людям когда ты общаешься с ними потому что доброта спасет мир ни в коем случае не красота именно доброта понимаете один человек когда-то сказал мне о том что сейчас у нас такой век что на внутреннюю красоту никто не посмотрит и на внутреннюю доброту что-то типа такого знаете то что никто не взглянет на твою душу так сказать а жаль все-таки поймите правильно что при общении с человеком относительно не важно как он выглядит как он общается самое главное какие мысли он несет при этом и каково его рвение к вам надеюсь вы извлекли для себя очень много полезных уроков при просмотре этого видео хоть оно и вышло относительно огромненькое но зато оно намного поучительнее всех тех видео всех тех гайдов которые за это время выпускались на ютубе да знаете диалоги о жизни они всегда лучше чем диалоги о игре игра уйдет жизнь останется берегите ноги до скорого до скорого до скорого до скорого до скорого до скорого Продолжение следует...